У нас в эфире Алексей Кущик, экономист, финансовый аналитик. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Давайте поговорим о тех странах, которые ищут свою выгоду в этой кровавой войне и пытаются торговать демократией за деньги. Ждем мы все с нетерпением уже 11-го пакета санкций против России. Знаем, что главное внимание в этом пакете будет уделено тому, чтобы стало невозможным обходить ограничения, принятые ранее, в предыдущих 10 пакетах. И вот снова, когда зло вроде так очевидно и понятно, как с ним бороться, появляются те, кто как бы про свои национальные интересы печется, а на самом деле помогает Путину. Венгрия блокирует 11-й пакет, уже привычная позиция этой страны, и вот появилась еще и Греция. Эти страны сейчас настаивают, чтобы из санкционного списка убрали некоторые их частные компании. А Украина считает, что эти компании являются спонсорами войны, поскольку помогают обходить санкции. Так вот, Алексей, насколько серьезна эта ситуация, и будет ли компромисс, и какова цена этого компромисса? На самом деле, политика таких стран, как Венгрия или Греция, в отношении санкций, она не является определяющей. Для этих государств санкции – это, прежде всего, возможность выбить какие-то преференции экономические, преференции в основном со стороны Европейского Союза. То есть на сегодняшний день несколько таких вот групп стран, которые помогают обходить санкции. С одной стороны, это страны, которые выполняют роль санкционных хабов или антисанкционных хабов, так можно еще их назвать. Это Китай, Турция, в какой-то мере Израиль. Существует также государство, которое находится на постсоветском пространстве, которое помогает России обходить санкции с помощью параллельного импорта. Страны Центральной Азии, да? Да, страны Центральной Азии, совершенно верно, частично Армения. А есть европейские страны, которые просто используют вот эти санкционные торги для того, чтобы выбить какие-то преференции со стороны Европейского Союза. Но в основном этим грешит Венгрия. Сейчас к этой политике присоединилась и Греция. Ну, например, Венгрия выбилась в несколько миллиардов евро в рамках подготовки и реализации программ по энергоэффективности, когда они подписывали и присоединялись к санкционным пакетам, связанным с российской нефтью и энергоресурсами. То есть сейчас, в принципе, та же самая политика. Я думаю, что они попытаются выбить какие-то дополнительные субсидии со стороны Евросоюза, которые Евросоюз выделяет таким странам, как Генгрия, в рамках политики регионального выравнивания. Поэтому я думаю, что здесь, на самом деле, выход будет найден достаточно быстро. Никто в Европе не позволит Венгрии тормозить санкционную политику. Ну, смотрите, вы говорите, да, это позиция отдельных стран, это не совокупная позиция Европы. Но что мы наблюдаем? Есть, мы знаем, политическая воля той же Греции. Эта страна осуждает захватническую путинскую войну, призывает к международному расследованию, призывает к наказанию военных преступников. Но есть и, как мы видим, экономический вопрос. У этой страны свой запас прочности экономики, свои проблемы, они возрастают сейчас на фоне затягивания войны и экономических санкций, которые так или иначе сказываются на экономике тех стран, которые их подписывают. В этой связи какой совокупный запас прочности вот этих стран? Они сами в условиях санкций готовы идти долгий путь? Вот эта та усталость, на которую так рассчитывает Путин, она еще не наступает? Дело в том, что эти страны, они просто не хотят платить за санкционную политику. Они хотят, чтобы за санкционную политику заплатили богатые страны Европы. Прежде всего Германия, Франция. Их политика заключается в том, что, в принципе, если на уровне общественных настроений посмотреть Венгрию, то там, в принципе, общество настроено крайне негативно по отношению к нынешней политике России. То есть общество осуждает российскую агрессию. И там как бы нет какой-то сильной пророссийской партии. Часто у нас просто говорят о некой пророссийской силе Венгрии, но на самом деле ее не существует. Там есть просто политические элиты, которые зарабатывали на совместных проектах с Россией, и они хотят получить некие компенсаторы. То есть они хотят, чтобы за санкционную политику заплатила, условно говоря, Германия. Так вот, Германия, Франция, они готовы платить за это? Я думаю, что на сегодняшний день мы видим сформировавшийся уже достаточно устойчивый консенсус, европейский консенсус по поводу санкционной политики. То есть Европа уже очень много заплатила и очень много авансировала украинскую победу. То есть это, знаете, как точка невозврата, она уже будет. То есть, допустим, Европа могла отказаться, или вот как вы сказали, возникнуть могла усталость, ну там на четвертом, пятом санкционном пакете. В принципе, тогда еще можно было это все повернуть спять. Но сейчас уже после там десяти санкционных пакетов, когда Европа полностью диверсифицировала свои поставки энергоресурсов, Германия отказалась от российского угля, от российского газа, от российской нефти. Европа пережила очень сложную зиму, но она вышла еще более диверсифицированной, более, скажем так, с более высоким уровнем энергетической независимости и в части различных альтернативных поставок энергоресурсов. То есть раньше Европа полностью отдала на аутсорсинг свою энергетическую политику России. То есть Россия взяла на аутсорсинг вопрос энергетической безопасности Европы. Это привело к крайне негативным последствиям. Как сказал один из политиков, мы отдали Китаю вопросы, связанные с экономической безопасностью, производством товаров, массового потребления. Россия отдала вопросы, связанные с энергетической безопасностью. Европе пора возвращать свой суверенитет в эти вопросы. Европа его очень быстро возвращает. Мы видим сейчас, например, цены на газ на европейских капах упали ниже 300 долларов за тысячу метров кубических. Алексей, вы знаете, сейчас как раз об этом пишет Bloomberg, я просто процитирую. Интересная ситуация наблюдается на газовом рынке. Цены на голубое топливо в Европе упали до кризисных уровней, пишет Bloomberg. И издание сообщает, что цены на газ этим летом могут вообще упасть ниже нуля, если вот такой вялый спрос, который наблюдается сейчас, не догонит растущее предложение. Цитата. Такое явление, когда производители фактически платят кому-то за то, чтобы тот забрал их газ, выглядит все более вероятной. Не наблюдалось подобного примерно с 2006 года. Сейчас, как известно, европейские запасы превышают сезонные нормы, заполнены примерно на 66%. И некоторые ожидают, что хранилища газовые уже будут заполнены к августу, задолго до начала отопительного сезона. Вот то, о чем вы говорите, что очень быстро европейский газовый, в частности рынок, сумел диверсифицировать все риски, все поставки. Что это означает? Вот такая вот ситуация, о чем сообщает Bloomberg, для Газпрома, для Путина, для Кремля, который все еще надеется держать на газовой игле европейских потребителей. Но это уже все, да? Ну, европейские потребители, они уже не на газовой игле. То есть Россия в прошлом году совершила себе своеобразный выстрел в ногу, потому что европейцы, естественно, не были готовы к тому, чтобы полностью отказаться от российского газа. И именно поэтому природный газ не вошел в санкционные пакеты, которые принимались в прошлом году. То есть, в принципе, европейцы готовы были весь 22-й, даже 23-й года покупать российский газ. Но Россия решила пойти на газовый шантаж. То есть Россия самостоятельно уничтожила свой рынок газа в Европе, который они создавали десятилетними. То есть, в принципе, можно сказать, что та самая модель газовой зависимости, прежде всего, химической промышленности Германии, энергетики Германии, сначала советского газа, а потом российского. Эта модель, кстати, начала формироваться еще в 70-е годы прошлого столетия. Была одной из стратегий, кстати говоря, по внутреннему расходу блока НАТО. Поставки газа тогда рассматривались политбуром ЦК КПСС именно в контексте создания газовых крупнейших концернов газовой промышленности, химической промышленности Германии от советского газа. И вот эта модель зависимости, которая создавалась десятилетними, она была разрушена фактически за один год. То есть, можно сказать, что Путину удалось разрушить за один год все то, что создавалось, примерно 50 лет. В части формирования сначала советских, а потом российских, неформальных каналов влияния на европейскую политику. Это была колоссальная надстройка, которую Россия выстраивала там. Такая надстройка, которая была именно связана с европейскими политическими элитами. То есть, это вообще несколько поколений советских, российских дипломатов, политиков потратили на то, чтобы создать вот эту энергетическую куповину, которая шла через газопроводы и которая связывала, прежде всего, Германию, как красивую страну Европы и ставила ее в зависимость от Советского Союза, от России. И в 1922 году все это было практически разрушено за один год. И воссоздать это уже практически невозможно. Именно поэтому я говорю о том, что точка невозврата пройдет. Все. То есть, как бы, никакой уставости уже Европа быть не может, потому что 90% всех негативных, токсичных, побочных эффектов, которые были связаны с социальной политикой, они уже осуществились. И поэтому, ну, это абсолютно бессмысленно и ни к чему не приведет, как бы, к торможению или сворачиванию. То есть, это вот случай, когда нет худа без добра. С одной стороны, Европе было сложно пройти этот период, но удалось. Да, были какие-то, назовем это там, неудобствами, где-то, может, кому-то было холодно, да. Но в итоге потратились. Сейчас мы знаем терминалы там по приемке жиженого газа строятся. То есть, альтернативные поставки трубопроводы разрабатываются. И в то же время Европа обрела, ну, самое главное, независимость, да, энергетическую независимость. Да, совершенно верно. Это был своеобразный шок. Дело в том, что европейцы вдруг осознали, в какой уязвимости, в какой уязвимом положении они находились все эти годы. То есть, вот война России против Украины, она выявила все эти подводные камни этой ошибочной политики. Просто произошло такое откровение и, как бы, прояснение этой ситуации. То есть, европейские политики, для них пришел период отрезвления. То есть, когда они первоначально ставили сиюминутный выгод на первый план, дешевый российский газ, долгосрочные поставки, все это, оказалось, несет в себе колоссальный энергетический риск. И европейцы сейчас, как бы, даже, ну, они отдают себе счет, что то, что они сделали в 2020 году, это надо было обязательно сделать. Этот шок нужно было пережить. Но в будущем Россия полностью утрачивает какие-либо возможности влияния на Европу. То есть, здесь очень важно, что прерывается не только газовая пуповина, которая связывала Москву и Берлин, а прерываются и неформальные механизмы влияния на европейскую политику. Через подкупы, через включение немецких политиков, наблюдательные советы, через создание совместных проектов, в которых вращались десятки и сотни миллиардов долларов или евро. То есть, все это уходит с прошлого. То есть, механизмов экономического воздействия на немецкие и европейские политические элиты у Москвы теперь нет. Что ж, спасибо за этот разговор. Спасибо, Алексей. Алексей Куч был в нашем эфире, экономист, финансовый аналитик.